Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как идет эта проверка у вас? У нас это достаточно серьезная всегда проверка. Это обычно несколько источников должны подтвердить. У нас обязательно всегда указание фамилии человека, который давал комментарии. То есть мы не можем, как некоторые коллеги, например, нам сказали где-то. То есть должна быть фамилия обязательно человека. Британский ученый, да. Да, ну нельзя сказать британский ученый. То есть должно быть конкретно там Иван Петрович, ученый такого-то института. Ну это как один из фактов, потому что если все-таки есть ссылка на какого-то конкретного человека, то всегда можно проверить, говорил он такое или нет. Ирина, у вас тоже существует определенный тоннель, по которому новость проходит перед тем, как попасть на полосы? Безусловно, потому что мы печатаем ту информацию, которую получаем из первых уст. То есть это не какие-то мнимые собеседники, а это реальные интервью, реальные репортажи. Информация актуальная, эксклюзивная. Ну и плюс, я думаю, чувство ответственности должно быть свойственно каждому меняемому человеку, не только журналисту. От вопросов общих перейдем к вопросам частным. И сразу же начнем с главного материала газеты «Антенна». Кто сегодня у нас на обложке? Антенна торопит всех в отпуск. На этот раз, скажем уже, отпуск во всей красе блестит на обложке антенны. А мужские имена встречаются интересные на полосах? Кстати, это Юрий Энтин, и он рассказывает о своем усадебном доме. Этот дом интересен тем, что ему 115 лет. Это старинная усадьба, которая была куплена семьей Энтинных уже там несколько, достаточное количество лет назад. И они там живут с супругой. И дом этот очень интересен на самом деле. Особенно мне запомнилась деталь. Они обедают за тем столом, за которым мы когда-то в Москве встречались в литературном салоне на Арбасе. Такие писатели, как Бунин, Леонид Андреев. То есть этот стол им удалось купить у блых хозяев этой квартиры известной. Что же всплывает в СБ сегодня? Интересно на первом месте. У нас несколько интересных материалов, но они все-таки достаточно серьезные. Например, у нас есть полоса, посвященная обращениям людей в администрацию президента. Вот такая ситуация, когда люди часто уже опускают руки с местными властями, и уже последние инстанции, они идут в администрацию президента. И вот там только за второй квартал было более 300 таких обращений. Вот там интересный материал, который рассматривает, с чем люди обращались, почему. И там такая, в общем-то, не очень-то оптимистичная статистика, что практически 65% обращений их можно было решить еще на месте. То есть не обращаясь никуда, но вот почему-то местные власти как-то им... Кадровые места, как всегда. Ну, то есть да, им не хотелось или встречаться с людьми, или как-то решать эти вопросы. Братность ответственности. Ну, к сожалению, да. Мы надеемся, что такие статьи как раз-таки помогут как-то решить эту проблему. Почется верить. Да, и вот еще один у нас интересный материал, такой, наверное, эксклюзив, можно сказать, нам показали еще не отпечатанные учебники, которые появятся к первому сентября. А математика там есть? Ну, математика, она еще совсем в рукописи, то есть ее еще даже не распечатали. Можно так и оставить? Ну, она вот еще в папочке в рукописи. Но мы, например, видели уже в Сибирную историю распечатанную там, или там буквари те же новые, да. То есть вот такие интересные вещи. Расскажите, вот что собой эти учебники представляют? То есть ты понимаешь, что книжка и есть книжка, но есть там что-то такое, есть какой-то вау-эффект? Ну, сейчас же у нас концепция базового учебника так называемая, да. То есть как бы вот есть книжка, и от нее куча каких-то перемочек. Вот в этих учебниках, например, есть QR-коды, которые вот ученик может через вот поднеся свой телефон, через программу получить какое-то задание. То есть там какие-то пазлы сложить дополнительные, ну, в частности, вот по истории. Много каких-то, ну, то есть авторы, они считают, что вот иллюстрации в новых учебниках, они должны, как они интересно выражаются, дышать. То есть она не просто вот картинка на странице, а у нее должна быть какая-то функция. То есть к картинкам еще есть задания какие-то интересные, например. Или, ну, вот знаете... Это была на объемную картинку? Ну, вот знаете, сейчас, да, у них, кстати, есть такая тенденция, они это разрабатывают. Если видели в книжках, которые давят первоклассникам, там есть картинки, к которым, если в специальной программе поднести телефон, то они оживают эти картинки. Вот говорят о том, что было бы здорово, если бы по физике, например, так оживали картинки тоже. Да, над этим вот работают и, возможно, появятся. Слушайте, как весело и интересно учиться в нашем доме, да? А, Бенесио, знаешь, что дадутся ученики, которые разрисуют это все шариковой ручкой? Ну, можно позволять своим детям рисовать, например, на обоях дома, и тогда этот вопрос решится. Есть еще одна тема, которая сейчас звучит изо всех источников, это «Славянский базар», и наверняка звучит она и на ваших страницах, да? А, безусловно, у нас будут эксклюзивные репортажи со «Славянского базара». Наш обозреватель Ирина Полихович отправляется в командировку в Витебск, и, я думаю, в антенне будет не одно эксклюзивное интервью, и новости «Славянского базара», естественно, найдут отображение уже в следующих выпусках антенны. Мы в Ине не сомневаемся. Ждем материала. А в СБ что у нас осталось? Уже есть в сегодняшнем номере у нас материал, посвященный «Славянскому базару». То есть там наш журналист Ириана Леонович, которая тоже из года в год передается «Славянскому базару», и у нас, как по традиции, в каждом номере будет какой-то материал, посвященный «Славянскому базару». Это какие-то интервью со звездами, какие-то репортажи. И вот в первом таком материале Ириана уже так рассказала, что ожидать, какие фишки будут в этом году. Да, мы, я так понимаю, что всех материалов не перечислить, но можно перечесть. Поэтому с удовольствием займемся этим сразу же после эфира. Но у нас тоже есть для вас вкусный подарок. Да, да, с пустыми руками вы от нас тоже не уйдете. А главное, что с улыбками, надеюсь, тоже, потому что, ну, женщины все равно любят сладкое, правда? А у нас есть сладкие подарки от партнера нашей программы «Кондитерской фабрики». Видимо, девушки, угощайтесь, пожалуйста. Спасибо вам большое за хорошее настроение, которое вы еще больше привносите в нашу студию. Я напомню, что нашими гостями сегодня были журналисты-региданты на Телесемь Ирина Юдина и журналист газеты СБ «Беларусь сегодня» Ольга Пасияк. Мы прощаемся с вами. Ждем вас в следующую среду. Небольшой перерыв в нашей программе, и мы вновь на своем боевом посту в студии «Хорошего настроения». Спасибо.